Друзья, вы на канале Есть-Поесть и сегодня готовим самую простую и самую вкусную закуску из баклажанов. Такие баклажанчики отлично дополняют любое другое блюдо, а также достойный вариант в самостоятельном виде. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Баклажаны помыла, отрезала края и режу кружочками толщиной примерно 8 миллиметров. Выкладываю на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваю с двух сторон. Я даже не довожу до полной мягкости. Они у меня остаются достаточно плотными. В процессе при необходимости добавляю масло, столько, сколько впитывают баклажаны. Пока они обжариваются, сделаю соус. Для этого в чашу измельчителя кладу помидоры. Соль с расчетом сразу на все блюдо, поэтому соус должен получиться чуть солоноватым. Сахар, укроп, петрушку и базилик. Причем все кладу прямо с палочками. Все равно все измельчится, а аромата будет больше. Ну и немного чеснока. Его также берите по вкусу, можете добавить больше. Теперь нужно все измельчить, но не до полной однородности, а так, чтобы оставались небольшие кусочки. Далее в подходящую посуду выкладываю кружочки баклажанов и равномерно покрываю соусом. Затем опять слой баклажанов, а сверху соус. И так чередую слои, пока не кончатся все продукты. Друзья, у меня на канале есть много других рецептов с баклажанами. Ссылку на соответствующий плейлист вы найдете под видео. В завершении накрываю крышкой и оставлю настояться. Я обычно убираю на ночь в холодильник. Конечно же, чем дольше стоят баклажаны, тем они становятся вкуснее. Обязательно попробуйте, это очень вкусно, а аромат просто бесподобный. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, чтобы не потерять. И обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть и смотрите другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.